Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». И сегодня мы поговорим с директором социального педагогического центра Рейсой Вебер. Здравствуйте, Рейса Михайловна! Скажите, пожалуйста, о основании самого центра. Наш центр имеет свою историю, и она достаточно интересна. В 1993 году, когда проходил эксперимент Министерства образования города Москвы, мы были экспериментальной площадкой по теме школы-микрорайон. И эта площадка работала при 20-й школе. И после окончания эксперимента в 1994 году данное учреждение было отделено постановлением администрации тогда города Магадана. А в 1999 году мы получили статус учреждения дополнительного образования – социально-педагогический центр. И с того времени очень многое изменилось и в самой структуре, и в содержании работы, и в наполнении социально значимых программ и программ дополнительного образования детей. Рейса Михайловна, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как в 2021 году социально-педагогический центр помогает семьям в поселке Сокол. Ну, организация работы с семьями у нас ведется с самого основания. И он охвачен программой «Семья». А 2021 год, конечно, был достаточно сложным, он был и для всех, но мы очень старались со своими педагогами дополнительного образования детей и взрослых, и социальных педагогов, которые входят в штатное расписание, оказать посильную помощь. Это и психологическая поддержка, и юридическая, и образовательные кружки, которые мы ведем по своим программам. Это и сопровождение семей в трудной жизненной ситуации. Это и работа вечевого фонда, который мы также используем и наполняем его с помощью жителей нашего поселка. Это и работа с социальными партнерами в организации этой же деятельности. И самое главное, когда мы проводим большие мероприятия в нашем поселке, мы работаем вместе. Все бюджетные учреждения, все руководители, и, конечно, нам помогает наш муниципалитет. И так как мы принадлежим, вернее, учредителями нашими является управление по делам молодежи и связям с общественностью, то гораздо шире стал сам спектр программ, в которых мы хотели бы показать все хорошие стороны нашей жизни. И тем, кому нужна наша помощь, мы бы всегда приходили на помощь. Лучше стали работать в онлайн-связи, поскольку мы обязаны выполнять постановления наших региональных и муниципальных властей. Расскажите подробнее про работу психолога и юриста. Такие специалисты у нас есть, и у них существует по несколько программ. Каждая программа направлена на коррекцию, на создание положительного эмоционально-психологического климата и в семье, и на производстве. Большая работа проводится психологом чисто индивидуально и в наших творческих объединениях. И, конечно, оказывается помощь нашим родителям. Только все через программы. Есть расписание, есть прием. Но мне очень нравится одна из форм, где сразу ведут работу с родителем психолог, юрист и педагог. И мы обсуждаем не конкретные семьи, а конкретные случаи, которые сегодня, например, произошел в одной семье, а завтра он может быть в другой. Мы обсуждаем эти вопросы, выслушиваем их предложения, как бы они поступили, а какой путь решения они нашли для того, чтобы разрешить проблему, возникшую в данный момент. И я хочу сказать, что люди хорошо принимают, они искренне. Они, наверное, потому что им это очень надо и с удовольствием принимают участие в таких программах. И эта программа называется у нас «Школа воспитания для родителей». Что касается юриста, то у юриста тоже есть две программы, направленные на защиту прав детей. И когда возникает речь о том, что нужно оказать содействие, мы просматриваем все нормативно-правовые документы, существующие сегодня у нас в области, в муниципалитете, связываемся со всеми службами, которые занимаются этим вопросом, и разрешаем помощь тем, кому она нужна. Расскажите подробнее об коллективе, о том, какие специалисты у вас сейчас работают с детьми и их родителями. Ну, а коллектив у нас, можно сказать, мы очень довольны тем, что в коллективе 50 на 50, если по возрастному цензу посмотреть, молодежь только начинающая, люди имеющие достаточно опыт, поэтому работу строить легко. Помогает принцип наставничества. Но это не значит, что делай, как я, а это значит, что можно делать и так, а если ты выбираешь свою траекторию, работу и с детьми, и с родителями, это очень здорово. Сегодня в штатном расписании у нас социальные педагоги, педагоги дополнительного образования детей и взрослых, юрист-консульт, педагог-организатор. У вас работает большое количество социальных педагогов, а какими программами они занимаются? Какие программы у вас учреждены? В нашем учреждении много программ. И только они по времени разные. Основные большие программы, к ним идут еще подпрограммы, это программа воспитания жизнеспособной личности средствами дополнительного образования, программа «Семья», которая посвящена сопровождению семьи в трудной жизненной ситуации, программа «Разноцветный мир», направленная на организацию культурно-досуговой деятельности и профилактической. Это такие большие программы. И к ним еще существует более 30 программ, оказывающие содействие, помощь, становлению семьи и создание благоприятных условий для развития, обучения, защиты прав семьи и детям. Я хочу сказать, что в этом году немножко у нас сложновато было по работе с молодыми семьями, у которых дети. Но постараемся уже на следующий год сделать так, как было до этого года. Кроме того, есть программа «Есть идея» – это на социальной гостиной, где могут прийти дети в любое время, разновозрастные дети, и побыть здесь столько, сколько им хочется. Есть программа «Вещевой фонд», и мы оказываем содействие в этом плане. Есть программа «Каникулы», которая задействована на организации летнего отдыха и труда детей. И все эти программы имеют тоже под собой подпрограммы, которые мы исполняем, еще раз хочу повторить, совместно с нашими социальными партнерами, находящимися в нашем малом территориальном образовании поселка Сокол. В эфире была передача «Разговор по существу», и мы говорили с директором социально-педагогического центра Рейсой Выбер. До свидания.